Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 25 мая, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, что сегодня интересно. Золото. Золото пошло в отработку через ложный пробой вчерашней моей торговой идеи. Вот и дает сейчас очень крупный профит. Вот она, эта идея. Захват стопов в рамках шортовой тенденции. Внизу площадка. И надеюсь, наконец-то сегодня это все пробьется. Итак, давайте обсудим эти другие идеи на графике. Поехали. Так, друзья мои, перед вами евро, я извиняюсь, доллар, который немножко падает. Немножко падает. Почему? Потому что на то были очень любопытные движения. Те, кто участвовал, кстати, в захвате вот этой площадки внизу, о которой я рассказывал вчера. Напишите. Был захват и нижней площадки, и верхней, и опять движение вниз. Я здесь поучаствовал, но и забрал, кстати, и шорт, и лонг, но переворачиваться вниз не стал, потому что не было целей. А вот по золоту, по золоту ситуация была очень-очень качественной. На мой сугубо, конечно же, некомпетентный взгляд. И в чате я сигналил на шорты именно в этой зоне. Там при стопе в 300 профит в моменте достигал 10 к 1. Но я надеюсь, что все-таки мы упадем вниз дальше. Потому что, напоминаю, золото стоит на очень мощной площадке. И здесь стопы покупателей просто пищат, я думаю, вынесут только в путь. Как это может произойти? Дело в том, что по золоту вот здесь вот образлась промежуточная такая площадка по Европе. Европа стоит вот здесь вот как рыба об лед. И, возможно, на Америке закинут за нее, и потом уже треснут всех вот этих вот покупателей. И как раз сверху вот здесь шартовый слом. Возможно, и до него дотянутся. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Вот это движение сегодня может произойти. Фунтик, фунтик. Я сегодня дал отработочку фунта. Очень качественно он упал по своей цели. И все-таки забрал уровень 1.23500. Вот продолжает обтекать. Напоминаю, что инструмент трендовый. Если запили, то надолго. Напишите, кто участвовал хотя бы в части вот этих движений. Буду рад. Доллар-канадец. Доллар-канадец, как я и говорил, многократные тесты вот этого слома приводят к его пробою. Поэтому пока этот инструмент не рассматриваем. Но вот нижняя площадочка рано либо поздно, я думаю, здесь мы пропишемся еще не разок. Но пока сигналов нет, сигналов на заход нет. Поэтому не трогаем его. Доллар-иена продолжает пока расти. И вот мы ее освободили вчера. Не стали уже с ребятами в чате шортить. Особенно после того, как вот этот пин-бар не отработал. И пока мы оставим этот инструмент. Но напоминаю, что в общем и целом этот товарищ уже додвинулся до полтосика по фибе. И возможно в этой зоне немножко пофлетит. И через какое-то время свалится. Вот таким вот образом. Поэтому наша святая обязанность вот в этой зоне присматриваться к шортам на более мелких таймфреймах. Доллар-франк набирает силушку. Но набирать лонги мы его будем только в рамках сеточного метода торговли. Ниже вершины, ниже лоя 20-го числевого для кого-то года. Канадец Франк. Канадец Франк нас пока не радует торговыми сигналами. Если только он не пройдет минимум текущего года. Канадец Йена поджимает хаям. Кто верит в сломы, для тех есть хорошая идея поработать вот от этого слома. И возможно здесь пройдут коррекции. Франк Йена. Очень сейчас классное место набирать инструмент с шагом не менее 1000 пунктов по пятому знаку. Потому что он постоянно пробивает вершины текущего года. И вообще выглядит прям очень слегка побычи. Но каждый свой перехай. И через время это полные возвраты на зеркала, которые он пробивает. Аудикат сдувается. И его сдувание, я надеюсь, приведет к пробою минимума 22-го года. Где мы и будем его подбирать лонги в рамках, правильно вы говорите, сеточного метода торговли. Новозеландец Канадец сегодня героически все-таки оттестил свое древнегреческое зеркало. Многие захотят его здесь покупать, но, к сожалению, не я. Инструмент мне порядком поднадоел. И я его решил трепать только от границ больших диапазонов. Надеюсь, он сюда залезет. Новозеландец Франк пока не дает нам торговых идей. Никаких в рамках сеточного метода торговли. Ждем его на границах. Австралиец Новозеландец решил подрасти. И этот товарищ невероятно крут, потому что он мега флейтит. Мега флейтит. Даже обычные сеточные тредунята вот здесь становятся, наверное, миллионерами. И вот в этом диком флейте колбасят свои сеточки. Надеюсь, без начисления свопов в рамках моей партнерской программы с ИнстаФорекс. Нефтяночка отработала трешечку на повышение и сдулась. Сдулась. Ну, как обычно, первые цели забираются с огоньком. Была инициатива через ложный пробой минимума марта. Инициатива, откат, удар в слом, так называемый, приор. И дальше удар по стопам вот сюда. И все. И нефтяной бобик сдох. Но наша задача зафиксировать прибыль, что я надеюсь, вы и сделали в рамках наших прогнозов с ИнстаФорекс. Сейчас газ пока не буду рассматривать. Надоел он мне уже. Биткоин. Смотрите, что творится по битку. Биток натоптал площадочку по лаям. Что это говорит? Правильно. Он ее рано либо поздно пробьет. Это, друзья мои, очередная ловушка, которую, я думаю, биткоин еще пощупает не раз. Поэтому все, кто купил биток, сейчас, ну, опять же, на коротке, с плечами. По 1.25800 поставили свопы. И капец их стопам, я думаю, наступит. Так, что касается фонды. Америка два дня падала, сегодня немножко отскочила. Насдак вообще ушел в космос на фоне компании NVIDIA. Вот. Ну, повезло, повезло Насдачку. Вот. На этом фоне немножко искорректовался S&P. Вот. А вот DAXом, STOXом пока не очень хорошо. Экономика Германии прошла в рецессию. И я перешла в рецессию. Я сегодня писал об этом в своей статье. Что касается индекс доллара, индекс бакса. Догреб, догреб до своей, до своего слома вот здесь. Вот этого, да. И я надеюсь, что плюс-минус, плюс-минус дофига. И мы должны подразвернуться вот в этой зоне в рамках сломов. Надеюсь, что это произойдет. Если нет, тогда выше 106 будет, конечно, печалька. Но было бы круто, на самом деле, если индекс сдулся бы прям так. Ну, возможно, еще, может, подзакинулся бы и сдулся, пробив соточку. Я не скажу, что индекс доллара прям техничный инструмент. Я считаю, это вообще один из самых рыхлых инструментов. Потому что количество факторов, которые здесь заложено, оно невероятно огромное. Так, еврокат, еврофранк. Все пока на падении. Вот зон набора лонгов я пока не вижу. Поэтому мы эти инструменты пока не трогаем. И сельверок, друзья мои, идет семимильными шагами к зоне, где я очень бы хотел его купить. Возможно, вот тот обвал золота, про который я рассказывал вначале, он может привести к обвалу сельвера. И мы его, наконец, купим по 20 и выйдем по 30 баксов. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Где оно? Где оно? Ни хрена его нет. Давайте его найдем вот здесь. Итак, 24 число. Андрей Викторович зажигал. Давайте посмотрим. Иса, Иса, добрый день, Андрей. Честно, использую ваши вещи. Использую ваши... А, ну, понятно, Иса. Ваши идеи очень помогают. Благодарю вас за то, что вы делитесь ими. Ну, хорошо, хорошо. Владимир, шеф, респект за ваш ежедневный труд. Подскажите, какая линия торговли результативнее? Больше сделок, но меньшим лотом? Либо меньше сделок, но большим лотом? Меньше сделок. Я за меньшие сделки. Так, так, Ядов, Ядов. Наваливает, наваливает коррекции по газу. Почему фунт не определился с плотностью? Блин, Ядов надо себе взять его на работу, чтобы он мне статьи писал. Потому что из его, из его постов можно сделать статьи. Так, трейдер. Андрей, площадка, которую вы нарисовали у индекса доллара, была пробита? Присмотритесь. Прикол. Давайте посмотрим, почему я... Ну, я же, наверное, подслеповатый, да? Так, давайте, где нас? Эй, индекс. Ты где, дорогой? Так, да,кс, истоксы. Утсики. Какая? Я рисовал вот эту площадку. Где она пробилась? А, что вот здесь, вот этот микрохвостик? Ну, в принципе, ну да, ну я не знаю. Но здесь вот она тоже была подтверждена и не пробилась, такая промежуточная. Поэтому я сюда и мечу такой план. Так, золото ждет 1800 пока. Ну, непонятно, что он там ждет. Мы ждем пробоя 1954. Да? Правильно я тут наговорил? 1951. 1951, да. На этом на сегодня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.